Продолжение следует... ...набрала прозрачность ткани. Само происходит прозрачно. Я никакой сверхъестественной техники не использую, а оно прозрачно. Но немного краски. Если будет много, пропадет настроение. Если нужно, сильнее убелить, а мешает этот нижний слой снова подтёрлась. И подложила более светло. Хорошо? Так. Вот это всё позбревало с палитры, потому что оно нам уже в таком количестве не понадобится. А вакантные места занимает. Позбревало, тряпочкой подтерло, чтобы было где брать для тельца всё. Тоже, когда ты уже более-менее с рисунком сориентировалась. Там, где головочка, там, где плечики, там, где ручечки. Чуть-чуть подтёрла. Взяла белильца, взяла краснильца. И сначала в пользу красноты, а потом плюс желтота. Собственный цвет тела у нас розовит. Поэтому сначала красно, а потом с желтотой. Начнём набирать идею тельца. Вот она идея. Штрих будем делать по цилиндру. Смотри, вот штрих по цилиндру рождает настроение цилиндра. Рождает? Да. Сразу смотри, раз и уже рождается. Там, где нужно будет высветлить, ты опять чуть-чуть подотрёшь. Подотрёшь. Возьмёшь посветлее. Уложила и снова по цилиндру. У тебя будет настроение света и тени и штрих по цилиндру. Там, где надо, будешь уже добавлять и коричневизну в красноте. Тёмности вот эти начнёшь добавлять. Хорошо? Да. И оно, видишь, лязь, лязь, лязь и будет готово. Если надо, смотри. Всё это можно подтирать. Всё это можно подтирать, уточнять, уточнять. Давай так. Хорошо. А вот это и белое, и вот это, давай? Нет. Это оно же. Всё, нормально. Потом плюс желтота будет. Да, я понимаю. Потом, когда нужен будет уже сильнее выразить идею света, начнётся плюс желтота. Свет желтит. Ну, сначала хватит. Да? Не остреячего, а лежачего. И побольше дыма. Спасибо. Но там крупнее. Там эти пятна покрупнее. Не так мелко. Поэтому часть будет мелких, как ты и сделала. Часть более крупных. Тогда будет всё честненько. То есть у неё всё-таки большое вот это крыло. А вот по краю действительно мелкотня вот эта. Причём она имеет некий цвет. Вот эта мелкотня. Согласна? Да. Ну вот, немножко накидаешь. Вот это, вот это. Штрих. Не видно штриха. Не видно. Поэтому они не круглятся. Поэтому они кажутся сейчас стволами. Мало того. Вот сравни эти два сегмента. Они между собой отличаются? Да. А у тебя? Нет. У тебя скорее наоборот. Они отличаются не в пользу того, что надо. Этот сегмент короткий. Он в ракурсе. Он ушёл вглубь. Он тёмен. А этот светел и более длинный. Согласна? Значит, проследи и ту, и другую. В том числе коричневый с краснотой или с разрезной даст тебе тёмный цвет для её волосиков. Немножко наберёшь идею волос, идею ушка достанешь. Ты видел? Просто вымакиваем. Идею шеечки достанешь. Идею плечика, по отношению к которому бретелька в стороне от шейки. Да? Шеечка, а бретелька в стороне. Появляется уже балеринская стройность. Да? Давай так. Уточнительно. Посмотришь, откуда выходит нога. Ещё тело человека не идёт вот так. Здесь у нас рёбра и они... И это тоже, кстати, цилиндр. И рёбра расширяют к плечам. Там есть такое, да? Тоже есть троснотик. Есть большая светлость. И цилиндричность. Ты понимаешь? Сразу кругленькая. Давай так. Смотри, фигура, попочка, как бы пошла туда, а ножки как бы оттуда. У тебя просто фигурка немножко валится. Да? Есть такое? Есть такое же. Ага. Помнишь, мы в самом начале о горизонтальном характере плоскости хлопотали. И так, вот туда, куда-то попочка пошла мысленно. И оттуда, откуда-то ножичка вышла. Очень важный элемент. Это свет из-под теневой. Он всегда задаёт настроение, настроение предмета в пространстве. То есть из-под теневой предмета добываем свет, но не такой яркий, как непосредственно освещённость. Смотри, она встала, правда? Вот появилась вот эта. А до этого была палкой, которая падала. Ну или трубой, которая падала. Всё равно много начертила. Всё-таки там есть крупное звучание. Крупное звучание. И есть теневое звучание с низов. Тёплый теневой цвет. Есть там такой? Смотри, появилась свет тень. Появилась свет тень у этого предмета. Причём, смотри, почему я штриховал по этой траектории. Потому что это лежачая плоскость, а это вертикальная. Несмотря на то, что она состоит из множества этих валанов, но сама плоскость вертикальная по отношению ко всем другим плоскостям. Поэтому я её нахально штрихую по высоте. И вот в этих теневых остаётся этот штрих и звучит как предмет, как объём. Сюда тоже мигнуть какими-то складочками. Штрешочек этот тоже чуть-чуть поддымить. Покрупнее здесь. Иногда даже стоит оставить некоторую небрежность штриха, чтобы было дополнительно рукотворное звучание. Штрих сам по себе очень художественный, поэтому... Ну да, я тоже думала... Его присутствие... Его присутствие... Его присутствие... Увкусняет. Что это за цвет ты нашла? Да. До вот этого цвета не дошла. Да? Не дошла. Рыжий. Рыжий сначала в пользу розового, потом в пользу жёлтого. Рыжий сначала в пользу розового. Вот теперь смотри. Сначала был в пользу розового. Да? Угу. Теперь кладу в пользу жёлтого. Появляется в картине свет. Понимаешь? Понимаешь? Сходящего жёлтого нужен. Жёлтый как цвет света. Понимаешь? Понимаешь? Но без красноты это не прозвучит. Поэтому теневая и вообще собственный цвет тела это розовизна. Разовизна с коричневым в том числе. Всё равно ты этот узел не досмотрела. Смотри какой тёмный. Коричневый сюда. Смахивает, да? На то, что мы искали. Давай у тебя ножки и всё-всё-всё. Тень. Собственный цвет тела какой у нас? Розовый. А у тебя? Конечно. Конечно. Ну какой этот цвет? Очень, да. Это хоть как-то розовым отдаёт? Да. Не отдаёт. Ну не отдаёт же. Розовым вообще не отдаёт. Так вот запомни. Собственный цвет тела розовит. И не придумывай других цветов. Понимаешь? Розовит и всё. Свет желтит. Опять же, можно почти вслепую это делать. Или говорить кому-то, роботу говорить. Так, сюда желтоты, белизны, потому что свет. То есть идея очень простая. Собственный цвет. А ты темноту... А какой цвет тёмный? Ну конечно, был бы чёрный, ты бы чёрный. Понимаешь? Нет. Пузыри, она становится ягодкой. Правда? Да. А ты ж тюмазая, как ствол дерева. А что у нас с этой ногой было? Правда. Да. Вообще, самая большая проблема, это цвет. Поэтому, с тобой это... Ты ж видишь там фрагментально. Ну и ввела её туда фрагментально, как она и есть. Помнишь, у нас ещё был свет из-под теневой? Да. Ещё одна игрушка. Свет из-под теневой всегда очень внятно выражает предмет в пространстве. Мало того, что даёт силуэтность, так ещё и в пространстве. Но именно из-под теневой. Посмотрите, вот какие ножки. Вот здесь есть вот этот зигзагик. Вот здесь есть утемнение за счёт второй ноги. И не только коричневый я взял, но и синий и розовый. И у меня появилось красивое звучание в цвете. Правда? Сейчас я взял синий, розовый и коричневый. Может быть, в другой пропорции чуть-чуть, да? В другой явной пропорции. И даю падающую тень. Что происходит с фигурой? Она приземляется. Приземлилась? Угу. Стоит. Теперь я беру цвет нашего паркета. подрезаю ножку светиком. Она вся здесь, правда? Прямо хоть снимаю её с холста. То есть, подрезав тень, ножичку, мы получили почти 3D. Вначале можно вот так постукнуть. Потом доиграть это пятно. Ладно? Угу. Угу. А это чем? Кисточка? Потом кисточка. Деликатненько. В 3 мазочка. Не в 10 коряболочек, а именно в 3 мазочка. Доведи. Так. Ручечка здесь. В тени. Никто нам этого не показал. Сюда ручка. Ручечка. Которая идёт в тени. Вниз идёт почти вертикально. Почти вертикально. Тоже нам никто этого не показал. Ручечка здесь почти списывается с пространством. Это красиво? Угу. Потому что она списывается. Художники все время где-то что-то списывают. То есть нарочито в дым угоняют. И получается красиво. Есть там такой дым? Да. Это хорошо. Вот так. Постарайся вот в таком ключе. Поработайте с головой. Смотри. Ты отнесись к нему как к яблоку. Вот увидишь, у яблока есть темное пятнышко, темное, 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 светлое, 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 на чем-то одном. Даже если... То есть все-таки надо погулять везде на картине. Не только в качестве учебного процесса, но и в качестве взрослого, взрослых задач. Потому что даже вообще должна срабатывать лампочка. Если ты застыла на одном месте, должна срабатывать лампочка, типа, пора переместиться. Должна прямо срабатывать эта лампочка. Потому что предметы между собой взаимодействуют. Если мы сидим на одном месте, мы не создаем условия, чтобы этот предмет был в контексте других. То есть и атмосферы, и прочего-прочего. В итоге, ну все. Фрагментальное вырисовывание не дает хорошего представления о целом. Вот теперь понятно, что встало? Нет, нет, нет. Я понимаю, ну просто на всякий случай назидание такое. Не застревать, потому что тебе, вон, и здесь было что поделать. Смотри, я сделал как бы трафарет. Набрал свет тень трафаретно. Но у меня это место сразу стало в пространстве. Потому что внятно выразился свет тень. Витоминец. Это нашыки. Оночий. Маска. Оночий. 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 Мяска. Эта. Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, я ничего, даже тоненькую кисточку не беру, чтобы рисовать, казалось бы, тонкие вещи То есть дымчатое решение рисунка часто тоже очень выгодно Я согласен? Смотри Пальчик, смотри, смотри Пальчик еще один Мне очень нравится, мне нравится, потому что когда контрастно, то они всегда это естественно Прикольно? Смотри, какой крем, да? Кремом сделанное Я могу раздать? Надо пальцы выкручивать, чтобы... Конечно, конечно, сразу, подожди, сразу ты не можешь Но если ты чуть-чуть потренируешься, видя, как это сделано, по идее Ничего, ничего на самом деле здесь великого не происходило Мы же торты делаем и там выкрутаться Это ж не является только для особых поваров Нет, ну, мы согласны, что вот это все можно сделать, но чтобы это было красиво в пространстве Ну, чуть-чуть потренировать это, чтобы оно... А где-то и не сразу получается, и у оперных не сразу получается А потренировала, а еще и на удачу Вот как и здесь может быть многое на удачу в этой картине, да? Многое может быть просто на удачу Поэтому иногда картины новичков очень даже прилично смотрятся не все подряд А вот у него, если прийти у этого новичка и выбрать каждую пятую картину То, в принципе, может показаться, что мы имеем дело с опытным художником Ну, новичка я не имею в виду, что вторая картина в жизни Поэтому... Вот, смотри, что я сейчас сделаю Я сейчас сделаю свет из-под теневой, который будет светлее, чем в тени Чем в тени пачка То есть и у пачечки появилась теневая сторона, внятно Что тоже богатеет Согласны, что прикольно? Угу То есть там же все светлее, чем фоновые тригна А мы играем с фоном, играем Угу Свет из-под теневой. Вот даже такой нимбообразный. Звучит? Угу. Так. Девочка, а то они как тут есть, да? Давай теперь, раз ты такая смелая с паркетом, давай порисуем чуть-чуть. Чуть-чуть порисуем подробности. Давай. Ну, пытаться повторить. Смотри, я сначала сделал мощную разницу, тоновую между светом и тенем. Вот лобочек, смотри, можно поднять. Лобочек поднять. Сделать такого лобастичка. Можешь маленькую лобастичку. Можешь маленькую лобастичку. Ой, как красивенькая. Иди вон. Иди вон. Иди вон. Где свет? А, это мы посидели, а там осталось темновато. Калиночки обычно, темнота от того, что они ползают много. Ну и потому, что место постоянно сгибается тоже. Смотри, темная впадина рта. Темная подноса, темная впадина глаза, очки, прямо очки. Мы получили сразу трафарет света и тени. Теперь берем тоненькую кисточку и начинаем расследование. Добавляем. Темная под нижней губой. Трафарет. Трафарет. Ноздрюля там притаилась. В тени притаилась. Вторая ноздрюля притаилась. Амбразурка. Амбразурка глазик. Бровенька. ... Ты... Да... 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 Извините. Да... Ну и сейчас... Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Я прошелся сразу во многих местах. Добавляем. 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 Ухо обычно параллельно носу. Средняя линия носа, средняя линия уха. Если нечаянно заработалась и не заметила как сбилась, сразу вспоминаешь средняя линия носа, средняя линия уха. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...